Главные вести Карачаева-Черкесии на телеканале Россия-1. Мы работаем в прямом эфире. Здравствуйте. Ушел в мир иной. Сегодня Карачаева-Черкесия простилась поэтом Азритом Акбаевым. Он возвысил родную литературу и был избран депутатом Госдумы. Мэр предсказал будущее. В Черкесске рассказали, как поменяются жизни малышей, пенсионеров и тружеников производства и даже изменится ЖКХ. Обещают, что в лучшую сторону. Чтобы выжить на дороге, вот в Жигуте дети к школе сначала готовят сотрудники ГИБДД, а затем родители покупают портфели. А эти дети – экологическая элита Карачаева-Черкесии. Они изучают водное богатство и побеждают на конкурсах. Его жизнь была многогранной и наполненной глубоким смыслом. Сегодня на 79-м году ушел из жизни российский политический общественный деятель, депутат Государственной Думы России первого созыва, выдающийся карачаевский поэт Азрит Акбаев. Он внес огромный вклад в развитие парламентаризма в республике и возвысил литературу своего народа и народов Российской Федерации. Сегодня родные и близкие Азрита Алиевича проводили его в последний путь. О жизни и творчестве разносторонней личности подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Я все узнал и в сердце сохранил. Кипучек и вердолекий детский пыл. Здесь мой отец, добрейший из мужчин, по-горски, говорит, меня учил. Я помню, как я был рад гвоздиком, источавшим аромат. И наблюдал подолгу, не дыша, как над синими вершинами орлы кружат. Талантливый человек, талантлив во всем. Так можно характеризовать жизненный путь российского политического деятеля, ученого, журналиста и народного поэта Карачаева Черкесии Азрита Акбаева. Он был первым депутатом Государственной Думы России, начиная с 1993 по 1995 года. Ранее успел поработать во многих государственных и образовательных учреждениях. Азрит Акбаев – автор 20 книг и около 180 песен. Сам Азрит Алиевич отмечал, что именно ответственность и работа над собой позволяют человеку преуспевать во многих сферах деятельности. Но самое важное – это быть искренним и ценить свою родную землю. Это, наверное, все же жизнь диктует. И если ты своей сутью жизни соответствуешь, к тому, чем ты занимаешься, и где ты работаешь, вот это вот мной владела созидательная деятельность. Я сам себе всегда задавал такой вопрос. Если не справлюсь, пусть меня переводят. Ну, слава богу, приходилось работать. Мне удалось работать в этих работах. Поэтому вот привык творческую работу совместить. Я в кабинете никогда одну строчку не писал. Проводить в последний путь Азрита Акбаева пришли родные, друзья и те, кто с ним работал. Каждый из них вспоминал, что Азрит Алиевич был ярким, открытым и добрым человеком. И смерть такого человека, безусловно, является огромной утратой для республики. Азрит внес огромный вклад в развитие парламентаризма в нашем регионе. Но еще больше он оставил богатое поэтическое наследие, отметил его двоюродный брат. Общественно-политический деятель, который внес огромный вклад в нормализацию общественно-политической жизни нашей республики, внес огромный вклад, исполняя свою депутатскую работу, долг свой отдавал честно. Кроме того, он является прекрасным поэтом, любимцем народа. Он прививал любовь к родной земле и народу благодаря своему поэтическому и музыкальному таланту. Особенно на слуху его известные музыкальные произведения, которые и сейчас популярны, вся его жизнь была продиктована на созидании и развитии родного языка и литературы. Собравшиеся на похороны подчеркивали его доброту, и он умел оставлять глубокий след в сердцах тех, с кем встречался. Самое великое счастье, как отмечал народный поэт Карачаева Черкесия Азрет Акбаев, это жить и трудиться, помогая друг другу. Но самое главное – быть человеком. Али Ханепшоков, Али Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. Перспективы развития и благоустройства. Сегодня мы расскажем о том, что мэр Черкеска Алексей Баскаев и глава города Евгений Биланов за круглым столом обсудили с председателями профильных депутатских комиссий городской думы будущее республиканской столицы. Были затронты вопросы здравоохранения, образования, конечно же, системы ЖКХ. Подробнее в репортаже Александр Коваленко. Традиционная встреча руководства республиканской столицы с представителями профильной комиссии депутатов городской думы Черкеска сегодня проходит в новом составе. Глава города Евгений Биланов представил присутствующим нового руководителя мэрии Алексея Баскаева. Так как он работал первым заместителем Руслана Тамбиева, он хорошо знаком с проблемами республиканского центра. Первым и самым актуальным на сегодняшний день вопросом остается последствия пандемии, которая нанесла ущерб практически всем сферам жизнедеятельности. Главный врач лечебно-реабилитационного центра Борисбития Мрезов выразил слова искренней благодарности медикам, которые трудились, спасая зараженных людей от вируса. Он также отметил, что сегодня медучреждение активно занимается реабилитация больных, перенесших ковид-19. Для этого у нас все есть. У нас есть высоко организованный, высоко подготовленный, сертифицированный коллектив. У нас есть достаточно диагностическая база для проведения, для диагностики пусковидных больных. Было отмечено, что собираемость налогов в период пандемии значительно снизилась. На сегодняшний день ситуация начинает стабилизироваться. Все основные наши обязательства, в частности по заработной плате, по нашим принятым программам, по всем проектам, они будут выполнены. На сегодня опасности того, что мы что-то не исполним, у нас нет. Алексей Баскаев отметил, что реализация федеральных программ и нацпроектов будет продолжена. Уже скоро в рамках нацпроекта «Демография» в эксплуатацию будут введены семь ясельных корпусов, что поможет снять вопрос очередности среди детей в возрасте от полутора до трех лет. На территории второй, третьей и седьмой школ Черкеска уже в этом году приступят к строительству универсальных спортивных площадок. В парке «Юность» возведут Центр молодежного инновационного творчества. Его оснастят самым современным оборудованием. Также в планах ремонт двух городских учреждений культуры – детской музыкальной школы и детской школы искусств. В ходе беседы были озвучены вопросы нехватки современного компьютерного оборудования. В ближайшие два года практически все наши школы будут оснащены современным компьютерным оборудованием, в том числе и принтерами, и всем необходимым для того, чтобы наши дети, класс информатики получали образование на современных компьютерах. В рамках взаимодействия органов муниципальной власти и депутатского корпуса были определены направления по совместной работе. Это обновление общественного городского автотранспорта, создание парковочных мест возле образовательных учреждений, несанкционированных застроек, компенсационная высадка зеленых насаждений, также в планах благоустройство 23 придомовых территорий. В завершении встречи мэр Черкеска отметил, что городские власти должны принимать к сведению претензии и пожелания горожан. Александра Коваленко, Руслан Харченко, Вести Карачаева, Черкесия. Сегодня Узжигута осталась без коньяка и текила. Сотрудники УФСБ России по Карачаевой-Черкесии пресекли реализацию контрафактного алкоголя. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий у жителя Узжигуты из незаконного оборота изъято около полутора тысяч бутылок фальсифицированных крепких напитков. Водку, виски, коньяк и текилу, как известно, их употребление может вызвать сильное отравление и привести к летальному исходу. Следственными органами возбуждено уголовное дело. Весть из оперативного штаба. Сегодня в Карачаевой-Черкесии выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших COVID-19 в республике составило 4 652. Из них 4 102 выздоровели. Госпитализированы 80 человек. У 200 жителей Карачаевой-Черкесии улучшится погода в доме. Им дадут новые квартиры. Но прежде мы узнаем погоду на улице. По сообщению синоптиков, завтра в Карачаево-Черкесии без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 11. В горах местами от нуля до плюс 5. Днем 24-29. В северных и местами в южных районах высокая пожароопасность. В Черкесии без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью будет 9-11 градусов. Днем плюс 27, плюс 29. Это главные вести республики. Мы работаем в прямом эфире. В ближайшее время около 200 жителей республики будут переселены из ветхого жилья. Произойдет это в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Общая площадь расселяемого жилья составит около 3000 квадратных метров. На реализацию программы будет направлено свыше 76 миллионов рублей. В рамках первого этапа будут переселены 16 жителей многоквартирного дома общей площадью 202 квадратных метра, проживающих в Узжигуте. Затем расселены 16 жителей поселка. Эркин-Шахар. Общая площадь их ветхого жилья составит 400 квадратных метров. В преддверии нового учебного года сотрудники ГИБДД Узжигутинского района дали старт пропагандистско-профилактическим мероприятиям под общим кодовым названием «Пешеход». Ахмад Халкечев расскажет о том, как дети учатся не умирать на дорогах. Главная задача Страж Безопасности Дорожного Движения – сберечь самое ценное – жизнь и здоровье юных ходоков за знаниями. Ведь именно школьники, успевшие за время длительных летних каникул подзабыть ПДД, становятся самыми непредсказуемыми и опасными участниками дорожного движения. Мы хотим привлечь внимание и водителей, так и пешеходов, чтобы они соблюдали строго правила дорожного движения, проявляли взаимоуважение на дороге. То есть, чтобы водители наши пропускали пешеходов, и пешеходы наши переходили дорогу, само собой, в положенном месте, по пешеходным переходам. Пешеходов полицейские просят не нарушать правила дорожного движения, даже если они очень сильно спешат, ведь цена за спешку может быть крайне высокая. Ну а водители призывают соблюдать скоростной режим и не терять бдительность именно на секунду, дабы не допустить трагедию. Ну, извините за выражение, дураков много, надо почаще, чтобы надзор был. За первое полгодие 2020 года на территории Уждевутинского района произошло 10 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Во всех случаях люди получили травмы различной степени тяжести. К сожалению, в числе пострадавших двое несовершеннолетние дети. Единственный позитивный момент данной статистики, как говорят инспектора, это то, что обошлось без летальных исходов. Ахмат Халкичев, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия, Уждюгута. В Черкесске состоялось награждение победителей детских творческих конкурсов, приуроченных Всемирному дню водных ресурсов. Проходило оно в Республиканском центре дополнительного образования детей, который является постоянным партнером Карачаево-Черкесского филиала Росгидро в проведении эколого-образовательных мероприятий. Подробности узнаем у Аслана Гирюгова. Режим самоизоляции попал на время проведения конкурса, и ребята приняли участие в нем дистанционно. Они записывали ролики с исполнением стихов «Собственное сочинение» для участия в литературном состязании «Волшебница вода». Присылали фотографии рисунков и подделов для конкурсов «Капелька чистой воды», «Вода – это жизнь» и «Путешествие капельки». Именно в этих номинациях школьники получили награды от Росгидро. Знаете, когда очень много участников, да, трудность возникает, конечно, но нам настолько отрадно видеть детей с их работами, мы постараемся каждого чем-то тоже отметить. Они ведь растут, и время от времени, как каждый из нас, достает свое портфолио, достает свои грамоты, которые они получили в детском саду, в школе, будучи уже взрослыми. Поэтому, я думаю, это им очень приятно, потому что, когда видишь результат своего труда, видишь, что взрослые люди отмечают твои какие-то старания, это очень важно для наших детей. Представители «Гидроэнергетика» вручили детям дипломы и подарки с символикой Росгидро, а победителям в литературной номинации, помимо диплома, подарили книги под названием «Царица вода». Кроме этого, было отмечено, что подобные конкурсы созданы для того, чтобы дети понимали важность охраны природы и ценили все ресурсы, которые она нам дает. «Неделя воды» – это традиционная неделя, такая, посвященная экологическому образованию детей. Мы ее традиционно проводим совместно с Центром дополнительного образования детей. И это всегда такой вот симпатичный, хороший праздник. Мы привлекаем внимание детей к проблеме чистой воды, к сохранению водных ресурсов, к тому, что это важно, что им жить на этой планете. Им нужно бережно относиться к воде, к водным ресурсам. Привлекаем внимание и к тому, в каком удивительно красивом месте мы живем. Организаторы данного мероприятия отметили, что в будущем планируется еще много подобных мероприятий, ведь тематика чистой воды и бережного к ней отношения будет всегда актуальна. Аслан Гирюгов, Роберт Джигуданов, Вести, Карачаево, Черкесия. На сегодня это все вести. А прямо сейчас смотрите первые серии фильма «Лабиринты». Приятного вечера с телеканалом «Россия-1». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин